За полярным кругом на полуострове Ямал, среди вечной мерзлоты, на берегу сурового Карского моря, стоял богом забытый посёлок Сабетта. Когда-то его основали советские геологи, изучавшие богатое газовое месторождение полуострова. Но из-за тяжёлых климатических условий промышленная добыча так и не началась, работы были свёрнуты, а посёлок почти исчез с карты России. До недавнего времени там проживало всего 19 человек. Но шесть лет назад сюда вернулась жизнь. И крошечный посёлок превратился в современный городок рабочих. Просто мы нашли технологическое решение добычи и транспортировки газа с полуострова. Так родился один из самых масштабных современных проектов нашей страны – проект Ямал-СПГ. Было решено не тянуть сюда газовую трубу, а построить гигантский завод по сжижению газа. Сжиженный газ помещается в специальные цистерны и по Северному морскому пути отправляется покупателям в Европу и Азию. В такой схеме низкая температура на местности лишь способствует более эффективному сжижению газа и удешевляет этот процесс. С самого начала множество мировых экспертов заявили, что проект является невыполнимым в силу своей сложности. Ведь придётся не только добывать газ за полярным кругом и построить мегазавод, но и соорудить всю необходимую инфраструктуру. А газ, дескать, в итоге будет стоить так дорого, что не найдёт своего покупателя. Мы же за 6 лет сумели в голой тундре заново выстроить посёлок, рассчитанный на проживание нескольких тысяч работников. Построить международный аэропорт, который недавно принял самый крупный грузовой самолёт в мире Ан-124 «Руслан». Мы построили здесь морской порт и строим железнодорожные линии. На пике строительства здесь задействовано 20 тысяч рабочих, а материалы и оборудование поступают со всей страны. Оборудование для сжижения газа с Волгоградского завода, трубопроводы из Череповца, здания и конструкции из Красноярска и Вологны. Для строительства взлётно-посадочной полосы потребовались особые материалы, способные выдерживать низкие температуры. И их было хотели заказать в Англии, но потом научились делать в Дивногорске. И, наконец, сам завод – первый в мире завод по сжижению газа за Полярным кругом. Почти готов и начнёт свою работу уже до конца этого года. Что же касается газа, который, по мнению экспертов, не сможет найти покупателя, так он уже давно законтрактован. И его с большим нетерпением ждут азиатские рынки. Россия же, благодаря Ямал-СПГ, сможет занять до 10% мирового рынка сжиженного газа, что является очень серьёзным показателем и, конечно, многих не устраивает. Кроме того, мы получили бесценный опыт реализации крупного промышленного проекта в Арктике, вернули жизнь на полуостров и теперь готовы к покорению новых горизонтов. В общем, опять как-то буднично и без лишней бравады сделали то, чего от нас никто не ожидал. В Никарагуа торжественно открыт новый объект наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС. Это девятая зарубежная наземная станция данного типа. Четыре уже работают в Бразилии, одна в Южноафриканской республике, три в Антарктиде. На 2018 год запланировано создание аналогичного объекта в Китае, а затем и во множестве других стран. Такая сеть позволит значительно улучшить характеристики работы навигации в глобальном масштабе. Тем временем в Бразилии размещена первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства. Главная задача нового комплекса – обнаружение и измерение параметров движения космического мусора. Станция автономно мониторит пространство на высоте до 40 тысяч километров, а все собранные данные передаются в Роскосмос и аналогичные структуры Бразилии. Российский робот-андроид Фёдор готовится к своему первому полёту в космос и продолжает осваивать новые навыки. Недавно разработчики продемонстрировали умение робота метко стрелять с двух рук. Космонавту, конечно, стрельба ни к чему, но предполагается, что робот будет работать и на Земле, как помощник спасателей и военных. Кстати, разработчики объявили открытый конкурс по созданию программного обеспечения для Фёдора, в котором может принять участие любой желающий. Ссылки есть на нашем сайте. В России разработана и испытана новая технология добычи золота. Она основана на аммиачно-цианидном выщелачивании и позволяет сократить себестоимость добычи на 40%, а скорость извлечения золота увеличить в 4-8 раз. Экономия достигается за счёт снижения расхода реагентов, необходимых для разделения золота и меди в руде. Технология успешно испытана на нескольких российских месторождениях и может применяться где угодно, в том числе при извлечении золота из электронного лома. Российская компания, разработчик алгоритма по распознаванию лиц и эмоций, признана лучшей в мире. На чемпионате мира мы стали первыми среди 40 команд-участниц. В ходе состязаний команды обрабатывали миллион фотографий и анализировали их. Наша программа оказалась наиболее эффективной. Сфера её применения обширна. Можно, например, по фотографии понравившегося человека найти его профиль в соцсетях. Или отыскать владельца потерянных документов. Или, допустим, по фотографии сбежавшего преступника, найти его активный профиль и установить местоположение. Самарская компания разработала и запатентовала геоинформационную систему интегропланета 4D, в которой изображение с камер видеонаблюдения привязано к координатам на местность. Это значит, что вместо того, чтобы искать конкретную видеокамеру и смотреть изображение с неё, можно просто выбрать точку на карте, после чего система находит все камеры, с которых эта точка просматривается и выводит трансляцию с них на экран. До сих пор такое решение не применялось нигде в мире. Кроме этого, на основании данных всех камер, с которых просматриваются заданные координаты, система создаёт 3D-модель этого участка местности. Таким образом, например, можно посмотреть 3D-показ дорожного происшествия или другого события, зафиксированного несколькими камерами. Сегодня самарская разработка уже используется многими российскими и зарубежными частными и государственными компаниями, а в перспективе по мере роста можно будет говорить о создании глобальной системы безопасности на её основе. Учёные из Обнинска при поддержке Министерства обороны России создали и успешно испытали новый кровезаменитель ПАМ-3. Мировых аналогов, обладающих свойствами данного препарата, не существует. ПАМ-3 представляет собой порошок длительного хранения, который перед применением разводится стандартными электролитами и вводится внутривенно. Он может использоваться при острой кровопотере в случаях травмы, а также для лечения ишемии органов и тканей. Над разработкой трудились 10 лет. Первый этап испытаний на людях благополучно завершён. И в случае успешного прохождения второго и третьего этапов начнётся промышленное производство кровезаменителя. И он пополнит запасы госрезерва. Ещё одна наша медицинская новинка – это костные импланты из сверхмолекулярного полиэтилена. Они предназначены для частичной замены повреждённой костной ткани и такие не смог сделать ещё никто в мире. Благодаря многослойной конструкции, которая точно имитирует пористость костной ткани, наши импланты быстро и удачно приживаются. В России ежегодно проводится порядка 70 тысяч операций по восстановлению костной ткани. Поэтому новинка будет востребована. Барнаульская школьница Дарья Орлова получила главный приз конкурса «Учёные будущего» за то, что доказала несколько теорем и сделала научное открытие на основе так называемого треугольника Якобби. Теперь эти теоремы могут назвать именем школьницы, а сама она готовится к поездке в США, где будет защищать честь России на всемирном научно-техническом конкурсе. Александр Журавлёв – наш соотечественник, который совершил путешествие по Южному Уралу и сделал множество фотоснимков, которые потом представил на собственной выставке. А почему это важно, вы сейчас сами поймёте. Вы видите? Видите всю эту красоту? Просто почувствуйте. Оглянитесь. Вдохните. Это наш мир. Всё это нужно увидеть. Я ослеп в 11 лет. Моё остаточное зрение – всего 2% из 100. На самом деле это очень мало и одновременно очень много. Я вижу шум ветра, хруст снега. Я вижу горизонт. И я иду к нему. Сложно передать словами всю красоту нашей страны, нашей природы. В какой-то момент мне захотелось поделиться этим. Так я начал снимать. Пусть у меня нет возможности видеть, но есть возможность показать. Это повод задать себе вопрос. Почему слепой парень показывает мне мир? Почему всего этого не видел я? Это повод увидеть свои возможности. Повод заглянуть за горизонт. Загляните за горизонт своих возможностей и вы. Это несложно сделать, если перестать зацикливаться на мелочах и негативах. И вы обязательно увидите то, чего не видели прежде. Красивую и сильную Россию, которая вдохновляет. Желаем вам бодрой недели! Все ссылки и текстовая версия выпуска на сайте времявперед.рф Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и напишите в комментариях, какой из сюжетов кажется вам наиболее интересным. Так вы поможете нам делать программу ещё лучше. Продолжение следует...